Календарь С недавнего времени, когда в руки мне попался отчет о восхождении на календарь, шикарные виды из горы вызвали во мне сильное желание побывать на ее макушке, а интерес к горе усилил тот факт, что о ней упоминали также и известные исследователи, в свое время занимавшиеся изучением нашего края. Впрочем, одни только виды из горы календарь заслуживают того, чтобы совершить на нее восхождение. В то время, пока зима вовсю хозяйничала на воле, договариваясь с весной о предстоящей смене караула, я не спеша изучал цель моего сегодняшнего путешествия, одновременно исследуя варианты подъезда к горе. Весьма скудная информация, которой я владел на тот момент, указывала на то, что на календарь следует подниматься со стороны деревни Михайловка, по пологому склону, плавно набирающему крутизну на пути к ее вершине. На это указывал и навигационный трек, которым со мной любезно поделился один из моих зрителей, ранее поднимавшийся на календарь. В Михайловке мой путь закончился на окраине поселка. Дальше для моего автомобиля дороги нет. Зимой подобраться к горе поближе можно разве что на лыжах или на снегоходе, поэтому остается ждать прихода весны и набираться сил для восхождения. Месяц спустя, когда весенние ручьи зажурчали в полную силу, в полях растаял последний снег, а яркое солнце подсушило вобравшую в себя влагу почву, образовав на ее поверхности плотную корочку. Я вернулся к подножию календаря, в полной решимости взобраться на его вершины. В эту пору, пока зеленые краски лета не набрали сочности и не раскрасили все вокруг в однообразные тона, природа по-особенному прекрасна. На первый взгляд все кажется серым и унылым, но стоит присмотреться повнимательнее, и взору открывается удивительный, а порой и опасный мир. Прежде чем встать лагерем, решаю поискать альтернативные варианты стоянки на ночлег. Цель – подобраться к подножию горы как можно ближе, чтобы не тратить время и силы впустую. По треку я уже добрался до той точки, откуда можно начинать восхождение, но внутренний голос и внимательное изучение карты и местности подсказывают, что есть более оптимальный маршрут по правому хребту. Задача – выбрать место, наименее заросшее кустарником, где можно без особого труда взойти на хребет. Место такое я нашел, дело за малым – подобраться к нему. Путь преградил бурный ручей, разделяющий соседние поля. Ручей, на первый взгляд, небольшой, но хлопот мне доставил он немало. В том месте, где его пересекают, еще лежит снег, на выезде – высокая ступенька. Тем не менее, решаю попробовать его пересечь. Музыка 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 Попытка эта не увенчалась успехом. Удалось закинуть на ступеньку лишь переднюю часть автомобиля. Задняя часть никак не хотела запрыгивать следом. Передним шинам не хватало сцепления, чтобы вытянуть зад автомобиля. Пробую пересечь хитрый ручей в другом месте. Лишь с третьей попытки удается мне это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Необходимая и несложная мера Путь мой лежит по склону вверх С каждым новым шагом набора высоты Открываются новые пейзажи Которые невозможно было увидеть Находясь внизу То ли еще будет Вскоре начался курумник По нему легче передвигаться Чтобы миновать сухую траву И редкий кустарник В котором может подстерегать Очередной безбилетник Но стоит быть предельно внимательным И собранным Перешагивая с камня на камень Неустойчивые курумы В любой момент времени Могут сыграть злую шутку Нарушив и без того Шаткое равновесие на подъеме Постепенно взору Начала открываться Юго-восточная часть горы Все это время Скрывавшаяся за хребтом По которому мы сейчас поднимаемся Показалась гора Седлуха Больше известная своим горнолыжным курортом И базой отдыха Нуртау С календаря хорошо видны Горнолыжные склоны И гостевые домики Уютно расположившиеся У подножия Седлухи Вот и вершина календаря Осталось совсем немного И если в начале пути Вершина казалась недосягаемой То сейчас кажется Что можно протянув руку Дотронуться до нее Дотронуться до нее Дотронуться до нее Этот момент восхождения Еще долго будет жить в моей памяти Поднявшись на очередной хребет Я даже рот от восхищения раскрыл Виды просто бомбические Иных слов не подобрать Взору открылись белки гор Сливающиеся с горизонтом Вдали показался трезубец Аиртау Благодаря своей форме Аиртау сложно не узнать В западнее календаря Виднеется гора Глядень В которой расположена Популярная для спелеологов И прочих любителей Пещерного туризма Достопримечательность Бункер, уходящий в недра горы Якобы строившийся Как объект гражданской обороны На случай ядерной войны Без преувеличения Все как на ладони Иногда даже кажется Что можно в считанные минуты Пробежаться по соседнему хребту Но в действительности понимаешь Что это не такая уж и простая затея Собравшись силами Делаю финальный рывок До высшей точки календаря Высота чуть более 1100 метров Это наивысшая точка горы Да и в принципе Наивысшая точка в округе Немногим ниже Соседняя с календарем вершина Гора календаренок Соединенная с календарем Небольшим перешейком Принято считать Что с вершины календаря Открывается вид Сразу на 40 деревень Честно говоря Такого количества Я не насчитал Но полагаю Цифра эта имеет право на жизнь С вершины горы Хорошо виден поселок Сикисовка И одноименное Месторождение По добыче золота В истории которого Отчетливо прослеживаются Великобританские корни Календарь для меня Уникальное место И я счастлив Что открыл его для себя Быть может эти слова Отчасти есть следствие эйфории В которой я нахожусь После восхождения Но поднявшись сюда Я почувствовал Что обрел некую полноту Ко всем тем поездкам И путешествиям Что случились в моей жизни ранее Поднявшись сюда Я многое увидел И многое познал И речь здесь не только о внешнем Но и о внутреннем мире Близилось время обеда Сильный ветер Сбивавший с ног Вряд ли дал бы мне возможность Насладиться за трапезой Окружающими красотами Поэтому решаю спуститься С вершины горы И отобедать на фотоплощадке Так назвал я плоский камень Возвышающийся над обрывом С которого открываются Шикарные виды На уходящие вдаль Горные хребты Местами все еще покрытые Снежными шапками В этом месте ветра практически нет Поэтому насладиться сполна Можно не только окружающими видами Но и трапезой После нескольких часов восхождения Аппетит разыгрался не на шутку Какая же красота нас окружает Вдоволь насладившись пейзажами И хорошо передохнув Собираю рюкзачок И отправляюсь в обратный путь Миную хребет Скрывающий собой Всю ту красоту Которой я любовался Несколько минут назад И не спеша спускаюсь По усыпанному курумникам Склону календаря вниз Оставив позади его вершин Субтитры создавал DimaTorzok Немного отдохнув После насыщенного похода Потихонечку собираюсь в обратный путь Прогреваю двигатель И спускаюсь к полям Менее чем за сутки Дорожные условия заметно изменились Сильно осел снег И немного прибавилось воды в ручьях Коварный брод решаю преодолеть По еще плотному снежному наступу Спрыгнуть со ступеньки гораздо проще Чем на нее было забраться Не один десяток раз Пролегал мой путь мимо календаря Но никогда не задумывался я о том Чтобы подняться на его вершину Сегодня мне удалось Воплотить задуманное в реальность В моих путешествиях по восточному Казахстану Календарь был будто недостающим Но одним из ключевых элементов Большого пазла Без которого композиция была непонятна И вызывала много вопросов Ответы на которые мне удалось найти На вершине горы календарь О которой еще в 1919 году Упоминал известный исследователь Виктор Иванович Верещагин Во время своей поездки в южный И юго-западный Алтай Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok